Спорт для сильных и выносливых. В минувшую субботу прошел первый Ивановский триатлон в формате индор. В отличие от обычных соревнований по триатлону, эти проходят в помещении. Спортсмены плывут, едут на велосипеде и бегут. Все на заданное время. Победители определяют по пройденному расстоянию. Первый старт спортсменам дают в бассейне. Плывут триатлонисты 10 минут. Преодолеть дистанцию в быстром темпе брасом удается немногим. Спортсмены берегут силы для следующего этапа. Для перехода на другую площадку заложено всего 5 минут. За это время участники должны успеть переодеться, добежать до следующего старта, обуться и начать гонку на велостанках. 5, 4, 3, 2, 1, поехали! Ребята должны проявить свои самые лучшие качества во всех трех видах. И тот, кто гармонично развит в этих трех видах, тот и будет победителем. Тяжело? Да, тяжело. Из воды тяжело садиться на велосипед, потом бежать очень тяжело. В этом заключается вся суть и острота, и борьба в триатлоне. Гонка на велостанках длится 30 минут. На этом этапе спортсмен успевает выпить воды и при желании немного перекусить. Эндор не самый легкий вид триатлона, несмотря на плоский рельеф дистанции. Пидалирование на станке с постоянной мощностью, без возможности дать ногам по 10 секунд отдыха, дается спортсменам непросто. Я занимаюсь велоспортом уже третий год. Для меня велогонка один из простых этапов, так как опыт уже сказывается. До этого я участвовал в летнем триатлоне в парке Степаново. Это новый опыт. Планирую участие в ближайшем триатлоне. И снова короткие пять минут на то, чтобы перевести дуг, переобуться и добраться до последней финишной зоны. Самый сложный и, пожалуй, напряженный этап состязаний – бег. Многие спортсмены после трудного заплыва и бешеной езды на велосипеде с трудом держатся на ногах, но полны решимости преодолеть дистанцию и победить. На протяжении 20 минут бега спортсменам важно держать заданный темп. Чуть собьешься или слишком глубоко вдохнешь. И последний этап можно считать провален. Накаляет обстановку и психологический фактор. Очень тяжело бежать, глядя в стену. Но до финиша добрались все без исключения. Если не считать плавание, которым я относительно недавно занимаюсь, очень тяжело дался велосипед. Ожидал, что проеду лучше, но ноги забились. И почему-то после этого бег был очень прост. Не знаю, думал на беге не выживу, но все сложилось. В гонке приняли участие более 50 человек. По словам организаторов, это довольно много. Устроить себе настоящую проверку на прочность и отважиться на часовой триатлон может не каждый. Ивановские спортсмены все без исключения достойно себя показали и преодолели дистанцию до конца. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.